так ну начинаем запись у нас есть все все готово для того чтобы сегодня провести хороший зум я хочу представиться меня зовут джемиля я мася шаронской розы в компании атоме молодая мама человек который очень любит искусство который любит помогать людям я занимаюсь благотворительностью и сегодня для меня я хотела бы поделиться с вами очень интересной темой но сначала я бы хотела рассказать про мой опыт и мои инструменты начала я мечтать в 14 лет когда кастай катрина стармастер она уже сейчас она принесла домой диск с фильмом секрет еще тогда были диски я в 14 лет посмотрела вот этот вот диск секрет и поняла для себя вообще эту суть у детей немножко иначе то есть восприятие немножко то есть быстрее сбывается мечты потому что именно вот эта детская энергия который я тогда тот момент обладала до в 14 лет у меня я прям настолько сделала себе фокус именно в теме загадывания желаний мечт и так далее что я по сей день пользуюсь теми инструментами которые я подсмотрела конечно за 10 лет использования я для себя там изучала какие-то новые моменты да может какие-то марафоны проходила книги и так далее но для себя я выделила три основных инструмента до которыми я пользуюсь сейчас и это карта желаний я решила тоже затронуть эту тему потому что я веду мастер-классы по карте желаний делаю готов делала готовые наборы по карте желаний потому что очень много кто просил и это действительно мой инструмент которым я пользуюсь и помогаю людям то есть чтобы человек понимал как правильно делать карту желаний также есть инструмент bucket list и туду лист напишите пожалуйста в чате те кто вообще знаком в принципе с этими инструментами как карта желаний или ну вот туду лист да это список желания я бы хотела понимать кто пишет кто прописывает в начале года или не знаю в середине года неважно если вы используете карту желаний напишите пожалуйста кэжи если если туду лист или вот bucket list то напишите просто восклицательный знак так тут по большей части многие делают многие делали карту желаний круто карта желаний на самом деле это вот мой мастер-класс который я очень люблю потому что ну знаете такая сплоченность и когда проводишь это очень интересно для многих я рада что многие из вас здесь знакомы с таким инструментом как карта желаний и он действительно работает но сегодня мы поговорим о карте желаний но я бы хотела так как вы уже знакомы даст таким так как вы знакомы с карты желаний я бы хотела рассказать вам чем же карта желания отличается от bucket листа или туду листа в целом это так та же самая визуализация просто когда вы клеите эти наклейки то есть вы это делаете конечно руками но нету именно вот вашей причастности грубо говоря да к тому или иному желанию к списку смотрите я сама художник окончила школу я обучалась четыре года в художественной школе закончила на красный диплом и когда я писала свою дипломную работу и ты находишься прямо напротив нее там несколько месяцев ты настолько сильно отдаешь есть свою душу так же как и то есть вы просто знаете одним целым когда ты пишешь или делаешь что-то от руки карта желаний это карта да вы можете сами эти наклейки вырезали да можете скачать интернета распечатать и вклеить но очень большое значение имеет тогда то есть когда вы пишете рукой и вот именно мое видение как художника во всяком случае именно bucket list или туду лист это то когда вы имеете непосредственную причастность к вашим листам и вы даете то есть то есть правильное направление да может быть когда вы делаете карту желаний там какая-то картинка будет не совсем соответствовать вам допустим но когда вы пишете что-то от руки и вкладываете в эту душу тогда это точно будет работать в принципе да ну то есть карта желаний это тоже классный инструмент я сама его люблю но они все-таки отличаются так теперь чем же отличается bucket list от туду листа в принципе что такое bucket list давайте разберемся этот инструмент на самом деле для меня тоже теперь то есть я теперь им пользуюсь когда его узнала я до четырех ночи не могла уснуть и прописывала полностью bucket list в целом с английского языка переводится bucket это корзина лист это лист но если именно по смысловой нагрузке то это переводится типа пока ты не сыграл в ящик немножко грубовато звучит да пока ты не и и и и и это то есть основная такая активная жизнь человека когда он может сделать какие-то грандиозные события и внести в жизнь свою или в жизнь окружающих какие-то ну значимые моменты да есть конечно ситуации когда там в семьдесят семь или восемьдесят лет человек только добивается своих поставленных целей высот например как это сделал kfc кентуке fried chicken да он после семидесяти лет ну показался миру и действительно сделал что-то стоящее но будем все-таки брать такое общепринятые понятия да что в ну до 60 лет да то что мы должны сделать bucket list это список того что нужно сделать пока ты живешь на свете именно иными словами это перечень того что нужно понять почувствовать увидеть или попробовать по сути это тот же самый список желаний но более важный to do list да это более повседневно то есть возможно да через to do list мы идем к крупным целям но to do list это по большей части немножко такой пазл да мы можем там так скажем промежуточные цели писать в to do листе так вот bucket list это что-то более грандиозное и что-то более крупное для нашего понимания так как помимо того что у нас есть цели купить там хорошую квартиру поменять машину жить в комфорте иметь детей у нас есть все-таки наше предназначение которое и движет нами да попозже я приведу примеры то есть именно из списка bucket list и из списка to do list для того чтобы полностью понять вот это различие ожидание и реальность вот это как раз тот пример когда то есть между to do листом и bucket листом смотрите например покупка нового автомобиля я думаю что просто ну все очень ну стремятся к тому чтобы иметь комфортную жизнь и и покупка автомобиля по сути это счастливое событие да и оно однозначно сделает вас счастливее но сделает ли оно вас более наполненным более мудрым и вот это вот то самое отличие то есть между to do листом и bucket листом хочу привести вам пример вот чтобы еще это было более понятно вот смотрите допустим возьмем тот же самый автомобиль да когда мы идем к этой цели у нас есть действительно то есть вот мы идем мы знаем что это дойдет и мы настолько в предвкушении настолько в энергии настолько мы сильно хотим приобрести этот автомобиль мы думаем вот типа я сейчас его куплю и я буду реально счастливым человеком да но когда по сути наступает этот момент и вы покупаете автомобиль то вы думаете вот это вот этот путь до покупки автомобиля он был намного ресурсней и намного больше счастья вам приносил то есть мысль о том что у вас будет машина приносила вам больше счастья чем то есть вот ваша машина которая стоит перед вами у меня допустим очень часто бывает такое что сам вот этот вот процесс мои мысли в голове что я чего-то хочу оно потом появляется в конечном итоге после появления то есть я не чувствую того счастья которое я думала что я буду чувствовать так вот представьте другой вариант да это с автомобилем это скорее всего из to do листа другой же вариант это из bucket листа например ну вот приведу в пример такой такой момент из списка допустим сделать сто семей счастливыми помочь сто семьям в благотворительности например и когда вы сделаете сто человек сто семей счастливыми то потом всю оставшуюся жизнь даже после того как вы закончите помогать допустим но вот эта вот мысль о том что люди вы смогли им помочь то есть это вам самим в ваших же глазах придаст вам уверенность мудрость опыт счастье наполненность самое главное вот это вот наполненность и bucket лист это как раз то самое глобальное что мы должны сделать мы во всяком случае я уверена что мы пришли в этот мир не только для того чтобы обустроить свою жизнь да после последних событий которые произошли в мире после последнего вот этого всего кипиша который произошел я настолько сильно то есть просто поменяла все мировоззрение и скорее теперь bucket list для меня намного важнее чем to-do list объясняю почему даже какие-то события которые происходят мне кажется они происходят от незнания даже вот эти вот моменты да события которые плохие произошли возможно кто-то не понимает последствий возможно кто-то не понимает всю серьезность обстоятельств и после вот этих событий я поняла что вот это глобальное да помочь людям возможно сделать какой-то фонд да ну то есть желание сделать фонд образовательный желание сделать какой-то детский дом или помощь детям то есть вот это все если у вас действительно идет к этому ну то есть лежит к этому душа вот это все и есть список то есть ваш список bucket list там конечно не только про помощь попозже я покажу еще пять примеров но во всяком случае такое что-то более глобальное это и есть ваш bucket list когда я начала прописывать свой bucket list мой пазл сошелся раньше смотрите допустим у меня это было все одним списком но там был то есть у меня был одним списком то-ду лист и bucket list но это очень неудобно потому что когда вы заполняете это все в одно там есть и супер крупные желания но есть и какие-то маленькие да такие переходные да желания допустим из-за этого есть желание которое по четыре года не сбываются у меня есть одно желание я хочу посмотреть на китов и в моем списке желаний оно уже четыре года зависло да я поняла что его нужно перекинуть в bucket list и это будет отдельный более крупный более масштабный список а то-ду лист это все-таки что-то такое переходное вот как раз промыслить глобально bucket list и вообще в целом вот это вот прописывание да наш вообще вот психологии нашему подсознанию недостаточно иметь просто в голове да вот это вот все нам обязательно нужно показать ориентир и нам обязательно нужно поставить какую-то конечную точку если вы просто будете держать допустим какие-то мысли свои в голове тогда тогда это не будет как конечная точка тогда это скорее всего не сбудется но если вы пропишите если у вас будет да тот же тот самый bucket list to-do лист то это обязательно сбудется я настолько в этом сейчас уверена и уверена в каждом своем слове вот насколько сейчас я реально сижу перед вами и говорю вам это настолько реально сбываются вот эти вот прописи каждый год в начале года или в конце я прописываю новый список и старый список я выбрасываю выкидываю переписываю что-то оттуда в новый год что-то совсем убираю потому что мы все-таки и меняемся, и опыт показал, что в 90% случаев вы в конце года или в начале зачеркиваете полностью все. Если вы никогда не пробовали делать вот такой вот список, обязательно попробуйте, потому что это очень классный инструмент. Если же вы пробовали делать to-do-лист, попробуйте теперь разделить отдельно что-то более глобальное и подумать. То есть даже если, допустим, сейчас вы не задумывались о чем-то, что вы можете сделать для человечества, я не знаю, для мира, для Алматы, для нашего города, то, мне кажется, вам будет тоже интересно. Звук слышно меня? Тут пишут нажать на звук. Да-да-да, слышно просто, видимо, человек новенький, не умеет включать. Вот, поэтому попробуйте прописать. И потом, я надеюсь, ну, то есть вы дадите вот эту обратную связь, потому что мне будет очень интересно. Выбор жизненных ориентиров. Бакет-лист. Как сделать бакет-лист? Вообще в интернете очень много есть разных сайтов, очень много разных платформ для того, чтобы сделать бакет-лист. И вы можете в интернете найти там список, да, с любой точки мира его заполнять, но самый действенный бакет-лист – это тот, который вы пропишете дома, сами спокойно сидя. Плюс, когда вы, опять-таки, прописываете что-то в интернете через клавиатуру, это не приносит такого результата, который, ну, то есть нужен, да. Второе – опубликуйте ваш список в социальных сетях или расскажите о нем. Вот первое – не разменивайтесь, но будьте реалистами. Это очень важно, потому что это, знаете, такая золотая середина. То есть нельзя писать что-то такое маленькое и не верить в себя. Но при этом нужно быть, опять-таки, реалистом. Вчера на прямом эфире Владимир говорил, что если вы не знаете, как дойти до империал-мастера и сколько там нужно мастеров продаж, да, для того, чтобы стать империал-мастером, сколько нужно оборота за две недели, чтобы у вас прошло в двух ветках, чтобы стать им, не нужно писать, что я стану империал-мастером за год или за два года. То есть нужно все-таки реалистично оценивать себя, но нельзя занижать себя. То есть бывает такое, что мои новые партнеры даже говорят, я не знаю, я не смогу стать мастером продаж. Самая первая ступень – мастером продаж. И когда ему начинаешь объяснять, что маркетинг, объяснять, что это все реально, человек, не разобравшись, он сделал вывод, что он не сможет стать мастером продаж. Человек, не разобравшись, он сделал вывод, что ему туда не надо, и он туда не хочет, или он этого не достоин. Для того, чтобы быть реалистом, нужно разбираться. Нужно разбираться. Даже если про Атоми говорить, для того, чтобы быть реалистом, нужно разобраться, как дойти до империал-мастера, сколько нужно там, чтобы прошло оборотов и так далее. Опубликуйте ваш список в социальных сетях или расскажите о нем вашим близким. Это очень хорошо работает, потому что тогда у вас возникает полная ответственность за ваш список, и тогда вы можете на самом деле сказать, что да, заявить всему миру, что это ваш список, что вы хотите и намерены его использовать. Вот все, что я сейчас говорю, это то, что я прошла через многие марафоны, какие-то были не очень хорошими, какие-то очень хорошие, прочтенные книги, фильм-секрет. И в целом просто я чувствую, когда исполняется мое желание, и как нужно загадывать. И вот то, что я сейчас говорю, это то, чем я сама пользуюсь, и то, что я сама очень сильно люблю. Когда вы публикуете свой список или рассказываете вашим близким друзьям, это суперклассно работает, попробуйте. Если вам немножко будет сложно заявить в социальных сетях, вы можете рассказать просто вашей маме о том, что, допустим, если у вас есть какая-то большая мечта открыть картинную галерею или стать империал-мастером, вы можете рассказать это вашему близкому человеку, тогда он точно поймет, поддержит, и для вас это будет точка невозврата. Сначала вы сформулировали эту мысль, потом вы написали ее на бумаге, а теперь вы заявили об этом вашему близкому человеку. И тогда это действительно то, что вот прям на 100%, если вы будете, конечно, идти в этом же направлении, оно сбудется. Я сейчас не говорю только про мечты. Мечты и цели полагания – это залог к огромному успеху. Если мы будем просто мечтать, но не делать шагов навстречу к своей мечте, просто так это работать не будет. Но если вы мечтаете и делаете шаги, то все подстроится так, что это все будет, наоборот, к вам еще ближе и быстрее приходить. То есть какие-то события, какие-то люди. В целом даже когда мы... Я, допустим, мечтала стать мастером Шаронской розы. Для меня это было вообще суперклассно. Я, конечно, поставила в начале 2021 года себе цель, что я стану автосейлс-мастером, а потом стану Шароном. Но я немножко боялась, конечно. Ну, было действительно страшно. Но цель и полагание, да, то, что я изначально сообщила миру, что я хочу пойти на мастера Шаронской розы. И так в конечном итоге это и произошло. Следующее – это обновлять ваш список. И это тоже очень важно, потому что некоторые люди до последнего держатся за какое-то желание, которое не исполняется. Но каждый раз, когда я переписываю свой бакет-лист, я обязательно задаю себе вопрос. Сейчас актуально мне вот это желание или уже мне это желание неинтересно? И, в принципе, если даже что-то не исполнилось, да, но вам это уже неинтересно, значит, это не ваше истинное желание. Потому что ваши истинные желания, они, как правило, будут с вами, то есть до тех пор, пока оно не исполнится. Следующее – посмотрите списки других людей, и они в свободном доступе в интернете. Это правда, потому что вот когда я составляла свой бакет-лист, первые 50 я писала просто, без чьей-либо помощи, потому что у меня очень много таких идей, о которых я мечтаю, это в основном связано с путешествиями. Потом я зашла в интернет, и я посмотрела бакет-листы других людей. Там очень много интересного. Если на 20-й, на 30-й, на 30-м пункте вы будете уже чувствовать, что у вас заканчиваются, допустим, бакет-листы, почему бы не зайти в интернет и не посмотреть, не вдохновиться от людей? Потому что, на самом деле, там очень много интересного. Я сейчас не говорю о том, что можно просто взять, переписать чужое желание. Но если, допустим, вы видите какое-то желание, которое у вас откликается, оно на 100% может к вам подойти. И, возможно, это потом станет вашим действительно суперсокровенным желанием. По поводу количества желаний, в целом, вот вообще я всегда себе ставлю цель прописать 100. Возможно, у меня иногда получается чуть меньше, но это было раньше, когда я прописывала туду-лист и бакет-лист в одном. Сейчас у меня есть бакет-лист на 80 желаний. То есть я не говорю, что я ставлю цель именно в 2022 году все 8 желаний из бакет-листа сделать. Это просто физически нереально. Но отдельно у меня есть также туду-лист, но тоже на 60 или 70 желаний. В принципе, цифра, это ничего не значит. Насколько вы чувствуете, сколько вы хотите вписать в свой бакет-лист желаний, столько вы можете вписать. Но вообще везде, я думаю, что у всех, даже прошерстив интернет по поводу этой темы, я увидела, что многие пишут именно по 100 желаний, ну, может быть, поменьше. Потому что 20-30, ну, это совсем мало, 50, ну, от 50 до 100, я думаю, что это нормально. И такое тоже очень важное. Ну, когда вот вы прописываете желание, прочувствуете, вы действительно будете счастливее от этого желания. Возможно, какие-то, ну, то есть, смотрите, допустим, есть желание там слетать куда-то за границу, пусть это будет там поужинать в Риме, да, например. Возможно, это не сделает вас мудрее, но это вдохновит вас, может быть, да. Ну, то есть, вот такие желания, они тоже очень важны. У меня есть лайфхаки. Расскажу о лайфхаке. Загадывайте желание на высоких вибрациях. Это, знаете как, это про детей. Вот смотрите, у детей очень-очень быстро исполняются желания. В принципе, потому что они святые, да. Ну, а во-вторых, потому что они настолько радуются и настолько счастливы даже при загадывании желаний, что у них желания действительно исполняются. Это разработала я. Вы не найдете этого в интернете. Когда я суперсчастлива, вот такие моменты, допустим, я катаюсь на горке. И, ну, как правило, у меня есть одно желание, которое у меня всегда на уме. Ну, то есть, в смысле, если мне скажут, о чем ты мечтаешь, у меня сразу есть что-то в голове, я думаю, что это у каждого так. И, допустим, я катаюсь на какой-то горке, и в этот момент, типа, я очень счастлива и радуюсь. И в этот момент я загадываю желание, потому что я на высоких вибрациях, потому что сейчас моя энергия, она прет. Вот в целом, да, то есть я прям излучаю эту энергию. И я считаю, вот почему-то у меня такое убеждение есть, что, ну, вот когда я прям сияю, когда я счастлива, может быть, когда я рядом с близкими людьми, да, или когда я с ребенком играю, да, допустим, и счастлива. И тогда я вот именно в этот момент стараюсь загадать супер-желание, и я сразу фиксирую, что оно сбудется. И вот второй вопрос. Напишите, пожалуйста, интересно я говорю, потому что мне важно понимать все-таки, полезно ли вам то, что я говорю. Я пока посмотрю чат, потом продолжу. Спасибо большое за обратную связь. И второе, я сейчас доскажу, Салтанат хочет сказать, она руку подняла, или это случайно. Смотрите, и второй лайфхак. Когда начнут у вас сбываться ваши крупные мечты? Тогда, когда вы начнете фокусироваться на маленьких. Вы знаете, я опять-таки, вот это тоже, я сама как-то до этого дошла, я, в принципе, это нигде не вычитывала, но, допустим, я иду где-то в городе. Но бывает же такое, там, 22-22, загадывая желание. Я знаю, что многие так делают. И я вот именно не то, что ловлю, когда я загадываю желание. Допустим, бывают такие моменты, когда я говорю, я там хочу выпить кофе. И тут ко мне приезжают, привозят кофе. Просто там кто-то меня решил угостить. И я себя ловлю на мысли, что все. То есть вот, было желание сформулированное, стало явью, да, реальностью. И вот эти вот моменты, не обесценивайте, пожалуйста, их, потому что это очень важно. Если вы будете замечать вот эти вот маленькие желания, которые исполняются, то в 100% случаях жизнь вам потом покажет, как она умеет исполнять ваши крупные желания. И это прям классно работает, вот прям на 100%. Вот часто такое, напишите, у кого так бывает. Вы, допустим, идете и про себя думаете, вот бы сейчас, не знаю, съесть что-то, да, пиццу, например. А потом вечером приходят гости, и они приносят вам эту пиццу, и вы думаете, типа, классно. Но вот как раз обязательно фокусируйте на этом внимание. И тогда это будет уже, ну, то есть у кого-то есть, да. Если мы будем замечать эти желания и не обесценивать что-то маленькое, тогда обязательно, когда вы скажете, я хочу стать империал-мастером, или когда скажете, я хочу подняться до роял-мастера, да, то тогда это обязательно тоже сбудется. Мотивация для вас, но не в плохом ключе, я надеюсь, никто не поймет это в плохом ключе. Смотрите, давайте рассмотрим человека, которому 30 лет. До пенсии, так скажем, да, до 60 лет у нас есть 30 лет у людей, да. У нас осталось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. Из 30 лет до 60, мы 12 лет будем спать, 2 года мы будем есть. По статистике, кстати, которая проведена одной статистической кампанией, 2 года женщины посвящают уходу за волосами. Вот, ну и 4 года давайте отдадим на какие-то другие моменты, да, в нашей жизни, может, прогулки с детьми, ну и куча всего остального, что мы делаем в повседневной жизни. Итого у нас остается 10 лет для того, чтобы осуществить наш бакет-лист. Ну, а наш бакет-лист, это, если вы действительно хотите этого, да, чтобы ваши желания осуществлялись, не нужно ждать, не нужно думать, что это будет чуть попозже. Вот, допустим, у меня даже вот мама, да, допустим, я ей говорю, нужно там, она очень мечтает полететь там за границу, отдохнуть, допустим, не знаю, ну вот я знаю, что она в Питер, да, хочет. Я говорю, мама, нужно лететь в Питер. Она говорит, ой, давай потом. Вот если человек очень мечтает, то всегда помните то, что если вы хотите полететь куда-то или сделать что-то, или начать что-то, да, начать зарабатывать в Атоме, начать быть хорошим лидером для своей команды, начать вести Инстаграм, да, хоть что, знаете, что для того, чтобы исполнить бакет-лист, у нас есть по сути чистыми 10 лет. Я хотела привести вам примеры из своего бакет-листа, который я написала, чтобы вы понимали, какие можно сделать пункты в бакет-листе. Допустим, вот в первом списке стоит увидеть северное сияние, написать книгу и пустить в издательство. Потом я была в Италии, в Комо, недалеко от Италии есть, на поезде озера Комо, и я загадала, что я хочу туда приехать со своим мужем. И это еще не исполнилось, и я вот третьим желанием в бакет-листе написала побывать в Комо со своим мужем. Открыть картинную галерею, так как я художник, это тоже такое более крупное желание, то есть я не могу писать это в туду-лист. Прокатиться на кабриолете шарфом в Италии, вот почему-то мне хочется где-то за рубежом прокатиться на кабриолете. Увидеть китов, увидеть светлячков, побывать в Исландии на Голубой лагуне, знать, что я поменяла чью-то жизнь к лучшему, помогать детям и людям, кто нуждается, побывать в Африке, завести собачку. То есть я на 100% уверена, что когда исполнятся эти желания, я стану опытней. мудрей, лучше, умней. И для меня это что-то такое более крупное. И я считаю, что в целом это интересная тема. Если вы никогда не пользовались именно таким инструментом, я всем рекомендую попробовать использовать его. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете написать в чат, я посмотрю, почитаю и отвечу. Джамиля в чате написали, что часто бывает такое, что что-то задумали, вот как ты говорила, кофе или пиццу, и сбывается. Это последний слайд? Да, это последний. Я также хотела показать отрывок из жизненного сценария, там тоже есть идеи. Сейчас, минуточку. В нашем жизненном сценарии, сценарии, да, на седьмой странице есть тоже несколько идей. Вы слышали те идеи, которые озвучила Джамиля в своем бакет-листе. То есть бакет-лист это вот этот список желаний. Здесь 60 у нас, но вам надо две страницы расписать как домашнее задание после вебинара Джамили. И мы пишем не в настоящем времени, мы просто пишем купить дом, да, вот как Джамиля говорила, увидеть китов, о чем я тоже мечтаю, освоить испанский, вот в таком русле. Да, кстати, очень много вообще разных интерпретаций, как правильно писать ваши списки желаний. Кто-то говорит, это нужно писать уже в настоящем времени. Кто-то говорит, что обязательно нужно ставить конец, ну, то есть там, допустим, хочу дом и прописывать дату. Но я вам скажу, что работает то, что идет просто от сердца, работает то, что вы действительно хотите и что сделает вас счастливее. Также я слышала, вообще я сейчас расскажу, такие общепринятые, да, психологами правила, которые, не психологами, а людьми, которые ведут мастер-классы такие, в книгах, как пишут, вообще в целом рассказать, может быть, что-то из этого вам пригодится. Также я слышала, что нельзя писать ваше желание ручкой, нужно писать графитом, карандашом на листе. Потом я слышала, что лист не должен содержать никакие решетки, то есть либо линии, да, вот как на обычной тетради, либо это должен быть просто чистый лист А4, потому что кто еще увлекается астрологией, кто знает решетки, то есть если у вас линейка, то есть квадратики, да, допустим, на вашем листе это знак Сатурна, Сатурн рушит, не исполняет и так далее. Есть тоже такие, как бы, ну, моменты, да, которые говорят. Я вот скажу, что чаще всего почему-то, когда я писала именно дату, конечную дату, когда это должно произойти, у меня это не сбывалось, и я поняла, что не столь важно, когда ты пишешь дату и ставишь рамки. Вот как раз бакет-лист это не про рамки. Вот на самом деле, если вы правильно живете, если правильно делаете все, то это, вы не знаете, когда это сбудется. Допустим, возможно, вас пригласят, да, куда-то там за границу по работе или просто пригласят, да, чтобы отдохнуть, и тогда именно исполнится. Это исполнится, потому что вы этого действительно хотите. Ну, конечно, никто не там не сидит на диване и не ждет, до этого, конечно, все работают и так далее, но все-таки бакет-лист это такая интересная тема, мне кажется. Вот, потом я еще слышала, что... вот, еще пишут, у меня тоже так, в рамки попадаю редко, а когда не попадаю, очень сильно расстраиваюсь и желание как будто уходит еще дальше. Да, вот у меня точно так же, и я поняла, что это совершенно не работает. Я почитаю сейчас, что есть в чате. У меня всегда исполняются сильные желания, когда я действительно хочу, а не просто говорю. Ну, вот, да, когда человек хочет, когда он прописывает, когда он хочет, и тогда у него точно исполняется. Мимолетные желания, чаще исполняются мимолетные желания, просто потому, что, наверное, то, что приходит, ну, в вашу голову, это вам важно, ну, то есть, мимолетные, ну, мысли вообще человеку просто так не приходит. Знаете, мне так понравилась еще одна очень мысль, которую писал один из очень хороших психологов, он написал, все, что есть в вашей голове, это все очень реально, то есть, к вам в голову не придет то, что нереально для того, чтобы осуществить, поэтому мечтать, это действительно важно и классно. Слышала, что нужно загадывать, когда едешь, куда-то, Ника написала. Вообще, я тоже очень, я в школу ездила на автобусе и благодарна этому времени, потому что, наверное, тогда бы я не была такой мечтательной, когда едешь куда-то и просто твой мозг как будто немножко растворяется во всем, просто ты передвигаешься за счет машины и настолько, я не знаю, как это объяснить сейчас, но вот именно когда я еду куда-то, я очень люблю дорогу, если мне сейчас предложат поехать в Киргизию на самолете или на машине, я выберу машину и буду ехать восемь часов, потому что это замечательное время для того, чтобы помечтать. когда едешь куда-то, опять-таки, мне кажется, ты освобождаешься полностью от всех оков, которые есть, допустим, у тебя, когда ты находишься в городе и вот у меня так, вот когда я, допустим, только выезжаю за пределы города, у меня все, вот как будто я освобождаюсь и тогда человеческий мозг, он целенаправленно может мечтать и думать о том, что ему действительно важно и тогда уже нет какой-то рутины, тогда может быть нет даже звонков, человек не отвлекается и думает о том, что ему действительно важно. Вот правильно написала Агерим, то, что человек мечтает только о том, чего он может достичь и я вам всем желаю, чтобы непременно все ваши мечты, они сбылись, давайте поставим, давайте вот сейчас просто загадаем, вот я же говорила, что вот мой второй лайфхак, когда я, первый лайфхак, когда я мечтаю именно на такой хорошей ноте, на хороших вибрациях, вот давайте просто сейчас, нас сейчас 56 человек в чате, я считаю, что это суперкрутая женская энергия, которая сейчас в чате, давайте загадаем просто желание и вот это самое такое заветное, любимое желание и просто поставим восклицательные знаки, я тоже поставлю восклицательный знак и пусть оно вот сбудется, вот прямо сейчас давайте на таких энергиях 56 человек поставим восклицательные знаки, давайте я тоже сейчас поставлю, вот, смотри здесь сколько у нас желаний будет сбываться в ближайшее время, дай бог. Супер, супер, спасибо большое за вашу активность, я вот искренне хочу, чтобы все ваши желания сбылись, попробуйте обязательно нашу новую технику bucket list, для кого она была новой, коучи советуют слышать музыку или песню, когда мечтаю, мы мечтаем, чтобы прочувствовать картинки, ну да, в целом это просто надо делать тогда, когда у вас есть на этой энергии, я не стану садиться писать bucket list, если я чувствую, что у меня нет такой энергии, да, чтобы я смогла прям полностью погрузиться. В новогоднюю ночь желание загадывает и сбывается, а вы знаете, почему в новогоднюю ночь желание сбывается? Опять-таки, потому что новогодняя ночь это не просто день для нас, да, потому что когда, ну, то есть у нас больше, это что-то такое особенное, да, и вот именно в этот особенный день, когда вы там пьете шампанское, собираетесь с семьей, вы уже априори не чувствуете, что это какой-то особенный день, соответственно, вы даете ему большую энергию, и в целом вы в этот момент на подъеме, соответственно, и это желание будет исполняться, потому что, ну, это волшебная ночь, и вы сделали эту волшебную ночь, ну, а зная это, вы можете, в принципе, любой ваш день делать Новым Годом, ну, то есть вы можете в любой день настолько сильно поднимать свою энергию, да, когда вам это нужно, и желать, желать чего-то большого, желать чего-то крупного, загадывать какие-то желания, такие, знаете, добрые, вот я еще хотела сказать, что когда вы загадываете благие желания, которые помогут человечеству, да, если можно это так назвать, я не хочу говорить супер громкими словами, но на самом деле я сейчас уже иду, то есть выхожу на тот путь, когда я понимаю, что я хочу сделать что-то для человечества, а не просто что-то маленькое, вот, и просто когда вы желаете добрые желания, тогда они на 100% сбываются, я не знаю, почему и как это работает, но во всяком случае, может быть, потому что Всевышний хочет, чтобы блага для всех сбывались быстрее, мне подарили на Новый год карту желаний, и в этот эфир никак не ожидал, что будет с темой, спасибо большое за информацию, буду еще делать bucket list, да, спасибо большое, вот про карту желаний тоже бы хотела сказать пару слов, я тоже очень люблю, я сделала первую карту желаний 10 лет назад, и много чего оттуда сбылось, одну карту я держала почти 4 года, знаете, еще даже моя мама вспоминает, я из одного журнала вырезала такие ботиночки с кошечкой, Миумиу, по-моему, бренд, и потом я поехала по работе в Астану, я тогда работала в театре национальных костюмах, Орлан, и я часто летала, ну, за границу, по Казахстану очень много летала именно со своей работой, и мы с девочками пошли в Ханшатыр в Астане, и я нашла, то есть я купила эти, сначала я купила эти балетки, а потом я приехала в Алматы, увидела свою карту желаний такая, круто это исполнилось, и просто это вот так работает, что какими-то случайными образами вы просто это притягиваете, во всяком случае, мы все, мы и есть энергия, да, и наша энергия притягивает подобную энергию, и если вы хотите что-то причинуть конкретно, то, когда вы вешаете перед собой, то это действительно супербыстро исполняется, но опять-таки карта желания это крутой инструмент, я сама его люблю, но вот я поняла, да, когда вы прописываете что-то вашей рукой, вот как я, когда рисовала картину, у меня тоже очень такая в тему картина была, которую я делала именно, ну, вот после окончания учебы в художественной школе, когда этих картин два месяца, я рисовала день и ночь эти картины, сейчас, когда они висят у меня дома, вы не представляете, какая энергетика от них идет, и я даже специально заряжала эти картины на благополучие, на счастье, у меня две картины, одна, ну, старая, старая жизнь, грубо говоря, другая, новая жизнь там очень по теме такой интересной, и когда я их прописывала, я понимала, что они несут за собой энергию, и при прописи этих картин я настолько их сильно зарядила, что вот после того, как они уже, да, года два назад я их написала, сейчас они висят, и они очень теплые, они настолько, картины это я, и вот это то же самое происходит с вашим туду листом, с бакет листом, это вот на сто процентов так, да, куда потом девать карту желаний, когда почти все исполнилось, вы знаете, надо поблагодарить эту карту желаний, если у вас это все исполнилось, просто от души нужно ее поблагодарить, сказать ей спасибо за то, что это исполнилось, да, поблагодарить в целом вселенную за то, что она исполнила все ваши мечты, и после этого вы можете ее выкинуть, и вы, ну, то есть хранить старое это тоже неправильно, допустим, если вы будете хранить все это исполненную карту желаний у себя, это тоже неправильно, сжечь ее тоже не обязательно, вы можете ее просто выкинуть, но выкинув, поблагодарить ее за то, что она была с вами все это время. Мне сказали обновлять ее каждый год, я не думаю, что нужно обновлять ее каждый год, возможно, это сделали классные маркетологи для того, чтобы вы чаще покупали картину жизни, вы знаете, одна карта желаний у меня висела 4 года, и когда вы чувствуете, что вы хотите с ней попрощаться, значит, это время для того, чтобы с ней попрощаться, если вы еще не готовы отпустить какие-то желания с этой карты желаний, вы можете этого не делать, потому что я тоже продавала готовые наборы карт желаний в Инстаграме, и у меня было очень много людей, которые желали эту карту купить, сейчас я ее делаю, но делаю только для своих партнеров в подарок, вот сейчас у меня появились партнеры в Корее, я им отправила свои карты желаний, я уже не делаю это платно, потому что для меня это мое хобби, и это то, что я люблю, хотя, ну вот я делала мастер-классы в Пинтересте, я надеюсь, что сейчас, ну, тоже будет скоро такой мастер-класс, потому что хочется собраться, все-таки Новый год, вот, но каждый год обновлять ее не обязательно, это то же самое, что с бакет-листом, я же говорю, какие-то желания могут остаться с вами, а что-то может вычеркнуться, это все только зависит от того, насколько вы этого хотите. Сдать вот макулатуру, да, тогда вы сделаете тоже хорошее дело для нашей экологии. вот, карту желания показывает своим детям, расскажет, как сбылось, чтобы они тоже мечтали, делали свои... Я думаю, что да, мне кажется, это очень классно, вот у меня растет маленький ребенок, и когда она станет чуть постарше, тогда я с удовольствием ей буду рассказывать, как мечтать, и это же круто, когда ваш ребенок мечтает, детские мечты, они очень быстро сбываются, и вот если вы погружаетесь в вот это состояние ребенка, и оттуда загадывайте желания, когда вы счастливы, когда вы не стесняетесь себя как-то вести, когда вы не думаете, что у вас подумают, тогда эти желания сто процентов сбываются. А можно оторвать то, что исполнилось это место, приклеить новые желания. Ну, вообще, может быть, это как-то сможет нарушить целостность вашей карты, но я не видела в принципе нигде, ни в каких источниках, что этого категорически делать нельзя, но мне кажется, что уже у вас будет какое-то, может быть, другое ощущение, ну, по крайней мере, у меня было бы какое-то другое ощущение, то есть, когда вы отрываете, оно отрывается с клеем, может быть, что-то там повредится, и она будет уже не такой красивой, но я думаю, что можно просто оставить ее, если вы почувствуете, что больше 50% желаний исполнилось, можно переделать, допустим, ее. To-do list – это больше как план на каждый день вроде. ну, вы знаете, то-ду лист, ну, там же в то-ду листе, допустим, у меня прописана была покупка машины, и, ну, это не совсем прямо на каждый день, да, а то-ду лист – это что-то более для нашего комфорта, и, ну, вот там, покупка квартиры, покупка машины, может быть, там пойти, ну, то есть, ну, может быть, и на каждый день такие между, между желаний. Без разницы, в каком месте хранить, в открытую или укромное место. Я думаю, что нужно поставить это больше в открытое место, потому что вы должны видеть это каждый раз. Ну, то есть, мы делаем это специально для того, чтобы видеть, и тогда, ну, то есть, вы будете, когда видите вашу картину, вы будете больше визуализировать. Она будет попадаться даже после того, как, то есть, ну, в рутине мы можем чего-то не замечать. Допустим, мы можем не помнить наизусть, где что стоит в нашей комнате, но наше подсознание, оно всегда фиксирует всё, и оно всё знает. И даже если ваша картина будет, ну, висеть на каком-то месте, да, которое вы постоянно видите, но вы будете проходить мимо неё и не будете как бы её замечать, то ваше подсознание всегда будет считывать, и оно всегда будет всё равно притягивать в вашу жизнь именно вот это вот событие, и, ну, то есть, именно вот эти вот моменты. Но не просто так же я купила, допустим, те балетки, которые были прописаны. Опять-таки все-таки меня привела к этому жизнь, но я выбрала эти балетки, именно эти с моей карты желаний. Это тоже, мне кажется, о многом говорит. Как можно и где приобрести вашу карту желаний? Сейчас я, к сожалению, не продаю карты желаний. Я могу вам только ее подарить. Нужно подумать, как. Вы напишите мне, хорошо, я подумаю, как это можно сделать. Как научиться визуализировать? Желание есть, но конкретики нет. Что это значит, что желание не от сердца? Вам нужно просто понять, что сделает вас счастливым, потому что визуализация начинается с того, что вас делает счастливым. То есть вы начинаете представлять себя в том месте красивыми, когда у вас есть конкретная точка. Просто представьте вас сейчас, и что сделает вас счастливым, и вас потом. Ну и вот это и есть вот эта визуализация. Допустим, если вы сейчас мастер продаж, а вы хотите стать стармастером, например, просто представьте, какой вы будете стармастером. Вот эта визуализация. Представьте, как у вас большая структура, представьте, как у вас много людей, какие они все классные, как вы проводите мастер-классы, как вы классный спикер, как у вас есть обучение. Вот и есть ваша визуализация. Если делать электронную карту желания, поставить на десктоп, это также эффективно или лучше бумажно. Я все-таки придерживаюсь вот именно что-то сделать руками, потому что, как правило, мы очень редко что-то делаем руками, и для нас вот именно компьютер, интернет, телефон – это очень привычные и очень удобные, конечно, гаджеты. Но смотрите, опять про вот это вот поднятие энергии. Когда мы делаем что-то не такое, когда мы, допустим, в Новый год собираемся, это понятное дело, что мы каждый день не собираемся, для нас это что-то особенное. Вот также и с карты желаний. Если карта желаний – классные инструменты, мы ее тоже делаем руками, и она сбывается, то я считаю, что все-таки вот это вот нельзя отходить от того, что нужно сделать самим карту желаний. Да, круто приклеить картинки там в iPad, там где-нибудь в компьютере, да, но это же наша обыденность, и в принципе вы не дадите вот вашей карте желаний такого значения, как вы дадите, если вы своими руками будете вырезать картинки, будете вклеивать, смотреть, как это будет красиво выглядеть, да, в конечном итоге. Мне кажется, что это важнее все-таки сделать картинку, самим. Да, вот бакет-лист – это более глобальные духовные желания, да, туду-лист – это материальные, личные что-то. В принципе, вы когда начнете делать отдельно бакет-лист и туду-лист, вы поймете на деле, в чем их отличие, и я думаю, что вам будет интересно. Замира, приходите. Замира представляет, как получает карту желаний из рук Джамели в центре Атоми. Замира, приходите. Я вам выдам карту желаний в центре Атоми. Ваше желание сбудется. Вот, хотелось поблагодарить всех за этот прямой эфир. Осталось пять минут. Я хочу вам пожелать огромной удачи, огромного счастья, чтобы все ваши мечты сбывались. Я хочу, чтобы вот которые желания мы сегодня с вами загадали, они сбылись. Я надеюсь, что я была хоть немного как-то вам полезна, потому что я действительно очень от души говорю то, что я сама знаю, что я сама умею, и это у меня работает. Я надеюсь, у вас будет это точно так же работать. Вот, и для меня вообще, если я, так скажем, помогу хоть кому-то сейчас научиться мечтать или кого-то замотивирую на что-то, для меня это будет очень... Это вот как раз из списка бакет-листа, и мое желание исполнится. Вот, поэтому всем спасибо большое за ваш прямой эфир, спасибо за вашу активность, мне очень приятно. Вот, Мика... Давайте сделаем совместное фото по традиции, да, с жизненным сценарием. Спасибо. Так, думаю, все готовы, да? Давайте раз, два, три. И я вижу, что у нас вторая страница есть. А, там почти нет, да. Там закрытое видео. Хорошо, я отправляю это фото в чат. Всем спасибо. Завтра будет лекция от Ольги о колесе жизненного баланса. Сегодня мы прошли страницы 7, 8, 9, ваше домашнее задание. 8, 9 заполнить бакет-лист, то есть написать свое имя и мой список желаний. Все 60 вам нужно заполнить. Да, а Жемеля говорила, что лучше, конечно, 100 сделать, но в этом списке 60. И когда у вас сбывается какое-то желание, вы ставите галочку и дату, когда оно сбылось. То есть вот эти. И вопрос к Жемеле. Смотрела ли ты фильм Бакет-лист? То есть пока не сыграл ящик с именитыми актерами, да? Забыла, как их зовут. Ну, в общем, да. Бакет-лист это прям такой фильм. Есть американский. Да, Джек Николсон. Да, я посмотрела этот фильм. Очень классный, интересный. И действительно в тему к нашей теме, потому что вот про то, что нельзя ждать, да, там 60 лет, 70 лет, а нужно начинать исполнять свои желания с сегодняшнего дня. И первое, самое главное на пути, это, конечно, поставить цели, написать их. Фильм очень классный. Посмотрите, Морган Фриман снимается, называется Бакет-лист. Мика мне его посоветовала посмотреть. Мика, хотелось бы сказать огромное спасибо вам за то, что вы предоставили мне слово. Для меня это большая честь. И спасибо вам. Спасибо большое, Джамиля. Такой человек очень, да, вы заметили, думаю, вот такое волшебство такое от Джамили. Просто сияет, светит. И действительно от Джамили сбываются все ее желания. Я думаю, этому стоит у нас и поучиться, такой энергетики, да, такой любви, теплу. Хочу до 100 лет исполнить SEO, задумаю, мне 60. Отлично, Гульшаш. Да, вот мне понравилось особенно у Джамили сегодня то, что она сказала про время. Нам всегда кажется, что у нас еще много времени, чтобы исполнить свой Бакет-лист. Но не всегда, да, бывает, корона наступила, все, да, то есть половина списка задерживается. То есть от нас не зависит, поэтому не оттяните, исполняйте. Исполняйте. Главное, самое главное, сначала запишите, потом действуйте. Всем спасибо большое, спасибо, Джабиле. Всем спасибо, кто камеры включал. Ваши фото отправлю чуть позже. И встретимся уже завтра на следующей теме. Всем пока-пока.